До 29 июня текущего года в связи с новым законодательством всем владельцам автобусов, которые намерены осуществлять пассажирские перевозки, неважно, какие это перевозки собираются или возить рабочих на работу своими корпоративными автобусами, либо это будут перевозки детей, так называемые школьные перевозки, либо какие-то еще другие перевозки для собственных нужд, все автобусы, автобусы это транспортное средство, где 9 и более пассажиров, все эти автобусы должны быть пролицензированы. Вопрос по-настоящему очень серьезный. За неуполнение данного требования по лицензированию предусмотрена серьезная административная ответственность. Хочу напомнить, что с 1 марта 2019 года вступил в силу федеральный закон номер 386 о внесении изменения в отдельно законодательные акты, который ввел обязательно дезинфицировать всех видов пассажирских перевозок на транспортных средствах категории М2, М3, то есть более 8 посадочных мест помимо водителя. На территории Вологодской области осуществляют контроль за лицензионные требования выдачи лицензии и фактически предоставляют государственную услугу по предоставлению лицензии субъектам транспортной деятельности только Территориальный отдел Госавтодорнадзора Пологодской области, Северо-Восточно-Межрегионное управление Госавтодорнадзора, Федерального служба по надзору в сфере транспорта. В соответствии с Федеральным законом 99 о лицензии отдельных видов деятельности и положением лицензирования и постельного правительства номер 195 от 27 февраля 2019 года. На сегодня, 11 июня, Территориальным отделом Госавтодорнадзора Пологодской области принято заявление на выдачу лицензии 349. Выдано лицензии всего 153 из них. Соискатели лицензии, то есть те, кто до 1 апреля лицензии не имел на осуществление перевозок пассажиров. 104. И тем, кто имел лицензии, 49. Вместе с тем, именно в июне месяце резко возросло количество заявлений на предоставление лицензии. С этим связано и количество отказов выдачи лицензии, то есть субъекты транспорта деятельности начинают торопиться. По причине сроков с самозаконодательством это 45 рабочих дней на предоставление лицензии. Соискателю на сегодняшний момент отказов выдачи лицензии уже 11. Причем сразу хочется отметить, что при отказе выдачи лицензии госпошлина с суммой в размере 7500 рублей, она аннулируется. И повторно, если перевозчик желает получить лицензию, данную госпошлину необходимо оплачивать еще раз. Основными нарушениями, так скажем, выявляемыми при проведении внеплановых проверок предлицензионных, это являются отсутствие аттестации у специалистов, соответственно, за обеспечение безопасности дорожного движения, назначенного приказом, предоставление недействительного договора с медицинской организацией, либо отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности у данного учреждения. Так как это является лицензионным требованием для соискателя лицензии при подаче заявления. То есть проверяется самый минимум. Самое основное это назначение и квалификация аттестации, соответственно, за безопасность дорожного движения, наличие договора, либо наличие в штате сотрудника, который будет осуществлять медицинское осуществление водительского состава. Заявление на включение транспортных средств в реестр, то есть дополнительно, те, кто уже получил лицензию на сегодняшний момент, поступило 9. Включено транспортных средств в реестр всего по выданным лицензиям 1258. Отказано во включении транспортных средств в реестр. Причина отказа в связи с непредоставлением в 30-дневный срок копии свидетелей с регистрацией автобуса. То есть достаточно абсурдное основание для отказа. Из чего мы делаем вывод, что перевозчик не совсем, видимо, желал получить лицензию, либо включить транспортное средство в реестр, так как не смог выполнить самое элементарное требование. Коротко остановлюсь еще раз на лицензионных требованиях и тех документах, которые необходимо прикладывать к заявлению, подаваемым в территориальный отдел. Первый. Копия приказа назначения работника с искателем лицензии ответственным лицом за обеспечение безопасности дорожного движения. Второе. Копия договора с медицинской организацией, либо предпринимателями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, в отношении работ по медицинским осмотрам, это предрейсовое и послерейсовое. Хочу остановиться отдельно, что организация проведения после рейсов медицинских осмотров водителей, это обязательно, в соответствии с требованиями, не только предрейсовое. Копия средств регистрации транспортного средства в отношении каждого автобуса и опись прилагаемых документов. То есть перечень, он минимизирован, достаточно короткий. При входе внеплановых проверок сотрудниками территориального отдела самостоятельно запрашиваются дополнительные документы из сведений в различных форм реестра, реестров и организации. Дополнительных документов у перевозчиков не затребуется и в кратчайшие возможные сроки, соответственно, лицензия в случае соблюдения требований оформляется и выдается. Перечень структур, которые попадают под исключение обязанностей лицензирования, он имеется, он также указан в 386-м федеральном законе. Туда вошли минимальный перечень в основном силовых ведомств. То есть, к примеру, приведу даже подразделения МЧС, то есть под исключение попадают только те подразделения, которые непосредственно занимаются пожаротушениями, какими-то выездами срочными, внеплановыми на места происшествий. Все остальные подразделения под это исключение не попадают. И большинство органов власти федеральной, как исполнительной, так и областной, в это исключение не попадают. Лицензию необходимо получить включительно до 29 июня. Не до 1 июля, а с 1 июля осуществлять перевозочную деятельность на автобусах, не включенных в реестр, либо, если этот автобус принадлежит предприниматель юридическому лицу, который не получил лицензию до 29 июня, запрещено. Соответственно, по поводу контроля сразу разъясню. Значит, насколько я знаю, на подразделения ГИБДД не возложены полномочия по контролю лицензионных требований, по контролю наличия лицензии, да, либо включения в реестр транспортных средств. То есть, данное мероприятие будет проводить территориальный отдел Господназора, думаю, достаточно активно.